Рада приветствовать вас на этом канале. Сегодня мы говорим о картофеле. Тема она злободневная, она любимая, она тяжелая. Я хочу поделиться своими секретами. Культура, которая болеет так же как все остальные растения, причем иногда даже больше, потому что такие заболевания как фузариоз, пенициллез, ректониоз, парша обыкновенная, парша необыкновенная и фитофтора это любимые болезни растения. Эти болезни на эти растения нападут, когда придет прохладная погода и влажная. Чем мы можем защитить растения? Запомните, что есть вредители, которые ползут, кусают, сосут, все что угодно грызут, а есть болезни, которые глазками мы не видим, но они существуют и урожай они портят. Нужно пользоваться препаратами, как бы мы не переходили на биологически активные вещества, защищающие наши корнеплоды при их посадке и росте, да и возревании, мы должны помнить, что вот без таких помощников мы не справимся. Смотрите, это базудин, всем давно известный препарат, который вносится в почву. Вот здесь строгая инструкция, как с ним обращаться, да, с песочком смешать, да, и в каждую лунку, количество все прописано, и в каждую лунку отправить по чайной ложечке, не чистого базудина, а смешанного с песком. Вот на эту пачку литр песка нужен. Значит, кроме этого, это только проволочник, это не только, конечно, проволочник, это почва, обитающие вредители. Там их может быть много и медведка, и проволочник, и хрущ майского жука. Вот так хватит для картофеля. А вот это Максим, любимый препарат уже многих огородников и садоводов, единственный разрешенный Минздравом к применению в личных подсобных хозяйствах. Здесь находится такой флакончик, он по объему в 4 миллилитра и разводится на 4 литра воды. Таким количеством можно обработать огромное количество клубней любых видов. Это и луковицы лилии, это георгины, это картофель, лук, чеснок перед посадкой. Вы помните, да, полчаса карбофос, полчаса Максим. Значит, в чем преимущество такого препарата совершенно русского производства? Нужно помнить, что он 12 недель будет держать все вирусные заболевания 12 недель, то есть чистых 3 месяца с момента посадки ваших корнеплодов. Потом этот препарат распадется, естественно. Но 90 дней, чтобы росла картошка, даже самые поздние сорта, чуть больше сотни дней. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Если вы опрыскали вот таким препаратом, нужно хотя бы подождать, пока высохнет картофель, перевернуть на другую сторону, то есть, да, развернуть и опрыскать с обратной стороны. А вот после всего, что вы сделали с этим Максимом, опрыскали все клубни там, да, луковицы можно замачивать на полчаса, можно и картофель, но это трудоемко. А потом вы обязательно внесете в лунки вот этот препарат, смешанный с песком. Значит, мы с вами дошли до того места, что картофель обработан микроэлементами и убран в прохладное место, для того, чтобы он начал выпускать и ростки, и кровевую систему. Через неделю лежание уже в прохладном месте. Вытаскивайте снова на свет божий, и еще раз обрабатывайте микроэлементами. Помните, что такая обработка даст вам урожай значительно больше, чем вы могли бы получить. Последняя неделя, у нас 4 недели до посадки, неделя на солнце, неделя микроэлементы, еще одна микроэлементы. А вот последний раз перед посадкой за неделю мы должны опрыскать составом уникальным. Берем чесночную чешую, замачиваем, горсть такую берем чесночную, не луковую, замачиваем в литре кипятка, сутки она у нас настаивается, процеживаем, добавляем в это количество пол-литра чайного гриба. Помните, я вам рассказывала? Чайный гриб плюс настой вот этого чесночной шелухи, мы опрыскиваем картофель, и последняя неделя в темноте он ждет своей посадки. И обработка вот этими препаратами, которые я только что говорила, тоже обязательно. И какой, а зачем чесночная шелуха и чайный гриб, я уже слышу, как вы там кричите около телевизора. Для того, чтобы из одного ведра вырастить 15, все меня услышали? Я надеюсь, что да. Ну и на этом я закончу про картофель, и до следующей нашей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok